привет всем привет народ наконец-то пришел мой паяльник который я заказывал с регулировкой температуры под который закупался тот же припой тот же паяльная паста тот же плюс как бы особо сейчас денег нет на паяльную станцию хотя в планах тоже но это скорее и замена и замена моего старого паяльника вот таком пакете он пришел хотелось бы чтобы этот пакет был более как-то корректно упакован но не знаю я надеюсь и не пострадал при транспортировке в украину шел он мне заказным так что ставили довольно быстро я заказал его в декабре и вот он уже у меня здесь не помню сколько я отдал за него там около 10 долларов я потом видео вставлю цену чтобы быть конкретным более заказывался на алиэкспресс заказывался по ссылке увидел одного из блогеров тоже ремонтом разом занимается оказывал этот паяльничек я подошел тоже не помешала себе такая вещь потому что начал ощущать что мы паяльник стал сдавать давайте его распакую убедиться что там как там как он дошел коробочка паяльника пострадала при транспортировке она вся такая вот подавленная пожмаканная потресканная не факт что сам паяльник не пострадал явно китаец потому что вот видите написано все на китайском от 200 до 450 градусов ну тот кто снимал обзор на этот паяльник он использовал термопару переходника кстати нету что кто-то снимал обзор он подводил к нему термопару он же отломалась паяльничка от корпуса еще раз повторюсь термопару подводил и смотрел что ему выдает по термопаре температура сбегалась совпадала все как положено но надеюсь и у меня будет совпадать я к сожалению термопара нету будем надеяться на броду на добросовестность китайцев скажем так здесь нас такое колесико выходит камера сфокусируется извиняюсь я бегаю по кадру у нас 200 250 300 350 400 450 то я попробую выставить этот резистор на 300 вот сам паяльничек извиняюсь сейчас вернемся в кадр вот сам паяльничек откручивается очень легко вот керамика как бы видим что не очень плотно садится можно будет подогнать чтоб прямо притык было жало но это уже такие нюансы в руке очень удобно приятно особенно ощущение силикона какие-то вот движение приятно делать довольно провод скажу сразу качественный стандартный скажем так у бытовых приборов нет такого что он какой-то гадкий или еще что-то как бывает вилка как вы видите нестандартная ничего у меня есть переходничок потом если все будет отлично паяльник расстанется с этой вилочкой и будет стоять обычная вилка но почему я решил заменить его пользовался я вот таким вот паяльником 25 ваттным это такой реалитет мне еще мой отец его отдал такое он постоянно окислялся из-за того что это особенность меди окисляться какие-то нагарки накипят это все нагар то постоянно приходилось чистить и подравнивать жало потому что медь она довольно податливая для температуры и довольно тяжело чуть-чуть контролировать ее паяльник стал плеваться через определенное время что меня не очень радовало в смысле плеваться именно перегревать припой и припой плевался а так превосходный паяльник советских времен но он отжил свое скажем так уже отошел буду использовать я свою подставочку паяльник очень красиво садится в нее ну что ж поставил я на 300 градусов сейчас возьму канифольку запустим даже ради интереса секундомер дабы понять за сколько он разогреется но засвечивает извиняюсь включил его в резеточку загорелась у нас индикация вот на ручечке красненькая вот видно ну пускай пускай смотрим подождем немножко канал подогреется тем временем даже поищем какую-нибудь плату для вандализма извиняюсь нашли мы платку для вандализма то бишь для выпаивания каких-то деталей попробуем подождать 30 секунд и потом канифольчик его он же 33 секундочки и давайте будем пробовать его в канифоль ну паяльничка разогрелся канифоль уже берет без проблем по обзору вы помните про припой я рассказывал который заказывал сейчас мы этот припой будем опробовать вот фактически меньше чем за минуту паяльник готов для пайки отличный паяльничек температура без проблем сейчас попробуем что-нибудь выпаять неудобное жало надо заказывать еще жало нет видите как бы не совсем нагрелся паяльничек не совсем нагретый паяльник хотя припой может быть туго плавки в данном данной плате поэтому может быть и разница а так довольно вот по моему прогрелся он чуть больше и все конденсатор выпаяем просто наверно прогреться скорее всего для полного прогревания данного паяльника необходимо необходимо чуть чуть больше минуты ну а так превосходно паять можно сейчас попробуем что-то из мелких совсем мелких крох попробую камеру приблизить что-то вот такого плана если камера сейчас пожелает сфокусироваться я чересчур извиняюсь так вот где-то если она нормально сфокусируется промо какой-нибудь резистор выпаять совсем уж маленький такой вот этот вот наверно возьмем попробуем его да все резистор у нас выпаял и резистор выпаялся прекрасно здесь что камера не хочет фокусироваться резистор чуть чуть больше чем спичная головка чтобы было виднее попробую поставить паяльник этот и на ладони показать вот это резистор и она выпаял в принципе паяльничек на мой взгляд очень хороший в руке здесь не греется ручка я не чувствую какого-нибудь дискомфорта канифольчик плавится на ура что меня радует так что по сути я приобрел хороший себе паяльник меня устраивает его функционал устраивает его физические характеристики технические провод ну не знаю мне что то хочется его заменить на спиральный чтобы было более удобно чтобы за руку закидывать что провод ложится спереди руки я не люблю когда провод под руками мешается неудобно ну а так паяльник очень классно лежит в руке лучше чем советский я не чувствую каких-то вот тяготы в руке где-то недостатки в нем припой берется прекрасно не плюется все он прекрасно берет без всяких проблем никакого нагара не остается в отличие от наших старых паяльников припой равномерен отличный паяльник одним словом под видео вы увидите ссылку что у нас получилось паяльник за 30 секунд разогрелся что можно взять и канифоль и припой но где-то за минуту-две он доходит до своей температуры что позволяет ему благополучно паять те же как бы конденсаторы и так далее никаких препятствий у него в этом нет вот такой вот паяльник пришел мне буду рад им пользоваться отличненький на мой взгляд паяльник всем кого это видео было полезно подписываемся ставим лайки спрашиваем задаю вопросы о паяльнике но видно что он под воздействием температуры начал менять цвет металл это естественно все таки китайцы так что такой паяльник всем пока и и и